где польши в ревалов нет пока по крайней мере опа 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 интересно это уже интереснее гораздо но опять же мы далековато блины дистанция высокая но тут много минусов можно убрать в принципе то есть кстати вот союз франции в принципе возможен при определенных раскладах но если вдруг польша взбрыкнется так чтобы мне не мозолила глаза курляндия со своим этим вот можно брать тех надо качать качество а вот война кстати за создание за независимость шведы теперь мой союзник нет домой союзник но что-то они меня не очень любят как-то странно за счет агрессив expansion ну блин при этом хотят из у нее выйти козлы поддержи горит чувак чем можешь а кто им нам еще с норвегии они засоюзили они сами справятся на хрена не нужны надо клаймы сделать на москву и на так здесь все норме от шведа уберу нафиг этого дипломата клаймы надо поделать и москву поклаймить надо и я забыл 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 ссоре так это у меня ох русская культура принялась супер все теперь все теперь вообще отлично русская культура принялась можно жрать российские правы что дают необоснованные требования типа на тебя трудно казус были сделать рига похоже на какой-то глист я говорю блоха еще еще нужен один два человека чтобы хотя бы трое бы ну как бы трое на трое условно говоря вдруг мало ли чтобы союзы были что 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 чтобы как сказать пропорциональные были союзы в случае чего там 22 на 2 хотя бы этом чтобы не было такого что там трое против двоих за союзили и выпилили fire здравствуй что дают необоснованные требования что ты имеешь ввиду мы собираем и готовы поиграть в mp партию из фолловеров прямо сейчас в принципе то есть я приостановлю рижскую ачивку им и можно будет поиграть идея что я не понял честно про какие необоснованные требования как по-английски это звучит что имеется ввиду что вы имеете ввиду вот это что ли или вот это анжас тифа диман сад это да если вот это если вот это то ты можешь брать вар скоро больше то есть ты можешь больше брать вар скоро по большому счету ну да то есть на 50 процентов грубо говоря то что ты на 100 вар скоро мог взять ты ты можешь на 50 процентов больше взять за тот же варскор да да я уже все понял а что за ачивка у риги ну у риги ачивка захватить балтийский регион то есть грубо говоря выпилить польшу с литвой частично так что мы там с тверью акс твери уже за союзили я про тверь то забыл опять ну ладно за союзили так за союзили можно кстати на москву еще раз напасть да можно но с москвы много не возьмешь конечно но зато можно твери забрать нет это уменьшает стоимость дип очках того что не является требованием войны думаешь по моему там другая есть тема насчет сейчас секунду посмотрю они здесь тип аннексация да наверно кстати прав в лоб нет я инфлюенс им пользуюсь на бранде и на австрии на бранде я инфлюенс им пользуюсь я вижу там просто задачам влетели еще тефтоны у тефтонов что-то парней много а тут еще мекленбург ну блин даже не знаю чем надо сходить значит помочь честно говоря не хочется помогать на русском не играю но привык я уже на ванилке играть на английском по привык мне уже режет так ладно погнали тогда поможем все таки на независимый швед лучше чем в уни издании так сколько там скоро там обед у нас открывается нет они там не пройдут в любом случае у нас скоро обед через 10 минут мы делаем перерыв на 10 10 минут и я предлагаю тем кто готов mp партию вот прямо сейчас сыграть на кастом как в 200 development 200 очков мы можем организовать нужен еще один-два человека пять человек есть готовых поиграть тру за дроты только в ванилку шатает да я кстати вот я кстати мне кажется я не задрот нет у меня конечно много часов наиграно но я например я например так секунду ладно я тоже туда влечу тогда они раз хотя через реку не очень приятно но пофиг у меня нет чувака на маневр но они сами нам справятся принципе тут форест молодец и так держать ну там наклепал клаймов ну сюда мы естественно атаковать не будем будем стоять ждать что-то я упустил момент рвение уже закончилось да вот по той же самой причине фиба да то же самое то есть уже просто просто сила привычки мне на русском уже как-то не очень комфортно играть что так никто не надумал больше до пять человек ну не знаю пацаны пока в общем кто хотел поиграть пока пять человек ну не знаю можно попробовать сейчас через 10 минут я пока буду кушать и разберемся на ходу я поем очень быстро это я думаю что и 10 минут не займет за россию шку войска оборонительные но все зависит от того если ты россию бы оставляешь которые если ты россию оставляешь православной то дефенсив очень неплохо зайдет для россии у у православных нет бонуса на мораль поэтому там варианта два либо ты берешь качество религию количество что для россии в принципе очень даже нормальной идеи в принципе даже без учета обилок на мораль то есть религия для россии тоже хорошая идея с учетом того что очень много сунницких профи надо крестить и плюс стабу дешевую можно поднимать дешево стаба поднимать ну и опа рашка начала вестернизироваться москва точнее что как-то я обычно никогда не называю россию рашка и тут как-то вдруг назвал ужас какой ужас какой так так здесь сепаратюги за рибели надо их сходить пошатать ну они в принципе к шведу могут уйти я думаю да они к шведу могут уйти пусть к шведу уходят пусть швед их шатает ну чё датчанин готов уже голову капитулировать то или что они пока войска не не расшатаю так и будут бегать как бы стив тоннами замирился что ли а у может да я может не понял про что он говорит войска оборонительные да 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 он правом про типы войска говоришь все понятно да это нет это зависит зависит от строительство и тактики как ты играешь либо ты в оборонке сидишь либо ты атакуешь то есть в зависимости от соперника то есть если ты тебе нужно будет атаковать чаще то тем можно в оборонке точнее нужно атакующие что ой жесткач а лошары блин капец остались они там у них что-то бомбить начало они слились хер с ними остались так остались зависит от того как как ты войну ведешь то есть если ты соперник слишком сильный и тебе нужно в оборонке сидеть нет я считаю что имеет смысл оборонительный тип войск брать